Собаке в ночь. Думаю, как бы не заблудиться. Ночь, зима. Я вот с Усть-Кутом там с ребятами разговариваю, с Красноярского края многие, потому что эти ребят такие хорошие добывают ноги. Он лазит, лазит, она шныряет. Деревенская лошадь, клятва. Корлик мой весь в мыле мокрый. И дед с бабкой какой-то вышел. Я захотел терапин передернуть их. Бегу и как вот выйти? Леса не знаешь, там компас есть какой-то у тебя, GPS он не было. Толстый, здоровый, такая вот. Это минус, который мне сильно не нравится, что туповато. Да, туповато. Надо что-то по 10 раз объяснять. Галкает в вольере, типа просится. Корлику гау-гау, там что это говорит. Следующий вопрос. Социалка. Социалка у собаки. Да, вот это тоже немаловажно. А то, что когда собака, это, не слушается, или же, блях, она, ну, такая, ну, непонятная, вот какие-то дебилы. Вот на самом деле, вроде бы растишь ее, все, а все равно он такой, блях, какой-то зероватый вот стоит. Ну, туповато. Да, туповато. Надо что-то по 10 раз объяснять. Вот я хочу сказать, вот Тишка вот этот, вот, у него социалка супер, собака, бля, вот он галкает в вольере, типа просится, как бы говорит, бля, все, давай выпускай, хочу нахвату. Я его во дворе выпускаю, он сейчас круг, буча выпускаю, все к машине, там, или к брыске подбегает, все, прибеги к ворлику, гау-гау, там, что это говорит. Ну, что ты, типа, готов? Сейчас, я тебе, сегодня, будешь, ты умыли со мной, бля, вместе с хозяином. Побегал, я только не успел открыть, он же сидит. Буч, приезжай за ним, он на него уже речит, где ты там, типа, лазишь. Долго тебя ждать, там, это самое. Давай быстрее. Давай быстрее, все, сажусь, приехал в лес, ошейники одел, все, включил, он, круть, гау-гау, что это ему, побегли, бля, там. Ну, пробегут, разомнутся, Тишка, такая, как Тишка собаки, они очень, он очень резвый, он идет, дерево, этот под дерево, он идет, как стрела, бля, полезно, понимаешь, шух. Вот ушел он, лежит такой, тун-тун-тун, пятьсот километров, полтора, круг, режет. Этот будешь делать обчапку, там, бля, ждать будешь его, этот лежит такой, шух, уже тут, обрезал. Если пересек след, что это, нашел на кругу, все, уже работает. Нету, сейчас раз, нашел, моментом, если лось есть, он моментом находит. Бляха, вот по ходу, по социалке, конечно, он суперский собака, он, лося найдет тебя, ну, моментом, он моментом. Я вот, я его выпустил, Буча оставил в этом, в речке, чтобы он набегался. Я еду, он бегает, тун-тун-тун, пока, в густы пометил все это, бегал-бегал, лес там с краю сходят, все, побегал-побегал. Я приехал там в одно место, поставил, выпустил Буча. Он пришел, Буча говорит, пошли со мной. Лежу, он впереди, Буча за ним. И тут же лежу под дрипиесу, пошли, как знают, куда идти. Раз, уже работают лося. Лося тут срываются, так, дал, бля, так дал, не стоят лоси, волка много. И они, ну, он постоянно висит на хвосте, потому что он, ну, идет ходки собака, сухой, у него хорошая грудная клетка, он, Буча от него, я по дрипиесу смотрел, вот идет он на круг, в поиске, он поиски идет, это поиск у него такой. Забирает, забирает, такой до полтора, может, до двух, и это самое, раз, закручивает к себе. Ну, у него четкий компас, он может не, Буча возвращается своим следом, а этот может угол тебе срезать, ну, Кишка срезает угол. Все, у него с компасом все в порядке, все, он четкий. Лосятник, он сильный, если ему, ну, сделать настрел хороший, с ним по, так вот, кто занимается в бригадах, лосин, то он, лосятник сильный. У него чутье он поднял, и верхнем слышит далеко, я наблюдал. Вот последнего лося, что вот это лоси куда были, я вышел с машины, там примерно где-то и сикачатого до было, по дороге потом пошел сюда, и они шли, может, подняли, пошли, и метров, может, там, за 500, слышу, заработали лосинку. Стасу, говорю, она хотела сюда прорваться в этот загон, где-то и второго сикачатого было, в том болоту. А я, Стас, там стоял на машине возле тех дров, я ему говорю, забеги, начни кричать, и беги по дереву, чтобы там парень стоял дальше, за Кузьмой могилой, чтобы он на делянку пролоскися. Стас начал кричать, она вдоль пошла, на линии, слышу, работаю, тут я подошел, голос у кишки хороший, 1200 было до него, ну, я слышу, хорошо, буча глуховатый голос, а у кишки такой узловатый, слышно. Ну, я вот тогда добыл, подошел, они это, хорошо сработали лосинку, с теленком, долго работали, и намотали круги такие, хорошие, она сначала пошла через весь лес, короче, она их поводила, там, по делянкам, по этим всем, где это отрыва, оторваться хотелось им. Ну, они молодцы, не бросили, ну, кишки, он ходки, собака, он, если бы, у него, у него чуть-чуть, ему добавить чуть, злобы, чуть-чуть, чуть-чуть, вязкости у него хватает, они тогда у меня проработали с 4 до 12, ну, лося, и я уже отманивал ночью, волки пошли, я потом ехал, уже ехал, еду, и волки идут. Я боялся, чтобы их волки не подавили, там, потому что там стая ходит огромная, и по 3, по 2, там, иногда разделяются стаи ходят. Кишка такой золотатор, у него есть вот это самое плохое, что он бывает, что-то в деревню стал заходить, побегать в деревню. А так он зверя найдет, и оленя гонял, пригонял, и косулю, ну, след берет, и, ну, если бы я его со щенковой растил, таскал по лесу, он бы этого и не делал, он бы сказал, ну, так, серьезно, чешу, у него башку это вот, да, вот. Приехал у этого, у деревни, а там сидит кот такой, знаете, как лесной манул, вот такая морда у него, серьезно, такие, ты здоровый, он такая, вот, шокий, это, как манул, вот кот манул есть такие, и он такой, вот, такой сидит на этой, и они облаивают его вдвоем, этого, буч, и дед с бабкой какой-то вышли, я говорю, да, в мой, это тут что не лает, кота, это ваш кот, они пришли, или, да, а они на березе, это, кота, машина открыла, они прыг-прыг в машину, все. Как бы социалка, это, конечно, собака, собака должна смотреть хозяина в лесу, конечно, отмечаться, а не то, что там собрались и пошли, и наплевать на этого хозяина. Собака должна, зверя бросила и вернуться в то место, откуда вот ее пускал. Ну, я видел тебя в последний раз. Да, 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 ты должен собаке ждать. Если ты ее будешь бросать в лесу, лосику до вечера гонял, я подходил несколько раз перед этим, и вижу, все нормально, не работает. Я вижу, будучи назад стал возвращаться уже, а темнеть начало. А у меня орлик привязан до пульмой могиле на той дороге, там, перед лужей, там, в дереве наваляло, и я привязал его, кстати, с ней он стоит, там, газету читает, я думаю, что бричку разломает, там все. Я, мне оттуда прикинул, там, три с чем-то километра по прямой надо было перейти мне, ну, этот же Пьежев, по прямой, мне-то надо было там перейти рейсикой, я в ботинках хотел бы, тепло все. Я говорю, будучи вроде бы ко мне, стал идти, а этот нифига, а потом вернулся к нему, и они вляха у куклищи, с куклищи в Залесье. Я еще хотел оставаться на один день в лесу с ними, охотиться. В Залесье пришли, я пока выехал, ну, сюда на дорогу, потом по дороге, по асфальту, на ворлике у куклищи, с куклищи на Залесье приехал, ворлик мой весь в мыле мокрый, а они там уже по ферме носятся, я, честно, такой злой был, хотел карабин передернуть их, это, пострелять, да, то, что, бляха, ну, это не дело, когда собаки не ищут, это собак, чтобы собаки так не делали, всегда нужно дожидаться собак, мало ли там что было, всегда дожидаться. Если ты не будешь дожидаться, они будут знать, что ты не, ну, раз, другой, и они будут бродяжничать, вот так вот делать будут. Они знают, наверное, так он делает, поэтому, я не знаю, почему, но я всегда, что его забираю и дожидаюсь, я же никогда его не бросаю, и еду куда-то забираю, или что, но не знаю, откуда, может, до этого у него такое было, что это, ну, кто это с ним. Когда он один, он возвращается, вот, бляха, а как только вдвоем, так он начинает уводить Буча и сам, и уходит, вот, по деревням шахраю, бляха, хотя от этого котла все... Кота, может, поросен такого сожжать, может, ты куда-то настроился ехать, а они, бляха, куда-то бегут, непонятно, в деревню вот эти, на фермы, куда-то там, в деревню, ну, это плохо, а так, а вот для него социалки, для его поиска, ход у него вообще изумительный, ну, вот, он идет по лесу, Буча встает там на 300-400 метров от него, он залегит от дрипа, хотя Буча легкая у меня собака, она, это, сухой, она не справляется с затяжкой, затяжка лапает сильнее, задняя, так я у него полежу, как уголка. Вот экстерьер, сложка собаки. Ну, тут, примерно, вот, птишка, я бы, чуть-чуть, по, еще ему длиннее, чтобы он чуть-чуть, для запоня, но грудь, чтобы хорошо, легкие, хорошие были, ребра спущенные, видел, рычагированные лапы у него, вот, у комки все лапы, как у волка, у него, ну, вот у него, задняя скакательная от суставов и сухожилия. Я посмотрю на Буча и на него, у него такие толстые, я знаю, как пружины, а это же пружины, ему толкануть надо, пружин делать. И это такой бегит, дрып, 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 а этот такой, шух, шух, ну, он летит просто. С него как под арабское скукона вылетают все, вот. Он, понимаешь, Буч, это такая деревенская, деревенская лошадь, кляча, а когда тишка идет по лесу, это как арабский скукон, вот, по красоте она и так, он бегит по себе, так, пролетел. Можно вернуться к бывшим собакам, но неправильно то, что мы уперлись вот в копытник, в копытник, и мы вот собак все там клепали, клепали, вот эти, как бы, комбайнятников, там, этих самых, лосятников, нет универсальности собак. Охотнику, например, у тайги или где-то, нужна собака универсальная. То есть ты идешь, она облаивала лухаря, ты стрельнул, добыл, она должна кормить тебя, ты ее стрельнул, рябчика она облаивала. Мне босс тут и рябчиком облаивая, стрелял ее. И лося работал, и кабана. И не пропускал след. То есть если след есть какой, там прошла рысь. Умка загнала рысь на дерево. Вон кот, и чекан работает, километр от меня. Красава. Или что, все, он шук за ней и посадил. Вот такая лайка должна быть. А не то, что он бегит, кабана, а потом говорят, там что-то кабан не тот, запаха не дает. Ну так вот, собаке чутье, что ли, у них нету. Или они, ну как не находят кабана. Я то босса то опускал в вольер. Бля, три минуты нету, он все. Даже хер знает каким пускал по кабану, поэтому таится, все, наверное, он идет. То, что он работал и норку, и куницу работал. Бандита первого куница. Понимаешь, и бывало идет, так вот я замечал, по лесовозной дороге бегит, раз только оп, встал. Ну, я что, не слышу, и морду поднял, воздух нюхает, полетел. Где-то метров за пятьсот, слышу, работает на делянке. Прихожу, лосей работает. Все работал, надо, нужна универсальность, вот собаки. Само ценно. Он и в утку работал, и пломы по утке были. И принесет, не задает, руку отдаст. Я уйду уже подранку, например, были случаи на этой неделе, охотился, стрельнул. Через неделю приду, крыло перебил. Все на каму хренисты-то идут, а плавают на лобу там. Вот такой растет боец. Научился плавать. Очень вел себя хорошо, интеллигентно, владя в лафере. Никакой шкоды не наделал. Всем собачку очень нравится. Социальный, умничка. Молодец, мальчик. Молодец. Он лазит, лазит, он шныряет. Да я зову, не это звать. В азарт войдет по этой крынице. Я собираюсь пойду, вообще знает куда. Иду вот. В азарт войдет по этой крынице. В азарт войдет по этой крынице. Молодец. Молодец, молодец. Чеканка, молодец. Умничка, нашел, нашел, нашел. Молодец, молодец. 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 Ну, побежать хотела. Безет, он к этой несет в зубах. Вся летня. Он головой кив, живой. Он вот такой, 8, приносит мне. Вот такой, как бы. Я его вот сам натаскивал, норов показывал. Ну, и все. Искал, ничего не пропускал. Понимаешь? Вот собака лайка не должна пропускать. Понимаешь? Вот, блин, это ошибочно. Вот, что мы, лайка, она, мы каких-то вот хотим вывезти, там, видежатников, кабанятников. Ну, а раньше в тайге-то охотились. Вот. Она, ну, одна лосятница, ну, человек, наверное, и не нужна была. Вот, если поговорить там с промысловиками, они же с ними на все охотятся. Охотятся и на соболя, охотятся и, ну. Ну, бандита, первая белка. Первая белка. Я вот с Усть-Кутом там с ребятами разговариваю, с Красноярского края, многие, кто на словике, ребят, такие хорошие добывают, но собаки у них, они же и лося добывают, и соболя с ними добывают, и медведя добывают. Петровича канал там, я смотрю, он молодой парень. Он правильно говорит. Я своим лайкам разрешаю там и белочку работать, там, ну, и куницу, там, что-то. И все. И они у него и медведя работают, и лося работают. Это универсальность собаки. Лайка и такой должна быть лайкой. А не такой, как мы, ну, стремились какие-то свинареи там, и как их сделать. Кабана потравили. Кабана потравили, вот не стало. И на что сейчас с ними охотиться? Все они, почему, не работают нифига. Поэтому я сейчас вот хочу вот этих всех молодых собак, начинаем норку показывать, там, куница вот ходил, загнали, ну, это самое. Хочу, чтобы универсальность была. Вот они научатся. А у них сидят там, у поколений, я-то знаю, по кровям собаки-то сильные сидят, зверовые собаки. Пусть научатся куницу у меня раскручивать это след. Я раньше, когда был молод и у Угличих работал, хотел сутками бегать за этими кабанами по лесу. Понимаешь, тогда ни GPS, ничего не было, бляхо. Только убегу, там деревня Ивановка такая была, собаки в ночь. Думаю, как бы не заблудиться? Ночь, зима, морозы, бляхо. А в чем бегал? Не лыж, на лыжах не побегаешь. Кида, лыжи эти скинутые, габбы эти тяжелые, а болотние сапоги черные эти, ну, ты знаешь, хорошие. Они легкие, легкие, кстати. Ну, как, что-нибудь теплые, а морозы по 20, по 24, бляхо уже, это в декабре месяце. Вот так вот. Я за собаками, ну, бегишь, они поймают, у нас было два русских, и мой западник. Зарежешь поросенка, только резанул его, они бросают и дальше за табуну. А мне надо было выбросить кишки, диафрагму подрезать, перевернуть его, ну, чтобы не запарился, и дальше за собаками. Пока прибегу, уже лежит поросенка. Лежу тут, тут, бегали в кровь, поросенка тягали, лежу уже лежит, задавленный, они дальше пошли. Я бегу, и как вот выйти? Леса не знаешь, там компас есть какой-то у тебя, GPS-а не было. Бегу, и обычно там, в Ярославской области много церквей, нигде столько не видел. Деревня такая, лежу, бля-ка, ага, церковь. Вот, когда накинал там, деревня Ивановка, вот, где это, лежу, бля-ка, по этой церкви, вот туда надо выходить, на эту церковь, да, понимаешь? А так иногда, бля-я, вышел там, спрашиваю, как туда пройти, а не местная жительная бабка вышла, а что я не знаю, собаке надо универсально. Конечно, когда собака универсальная, то совсем другая охота. Ты пошел, ты с ней можешь с универсальной собакой охотиться, как говорится, сезон. Начал сутки и закончил вов. В январе куницами там, надо, чтобы ты сам понимал. Многие же не понимают, тоже держат собак. Ошибка. Закрывали эти массивы, волк разводится, местные жители бегают по горам, совсем другая охота. Мои собаки отстой. В пятом классе принес лосенка домой, в 12 лет, наверное, мне было или сколько. Как мы приехали у Карелии, там жарко еще. Здоровый матерый волчар Алабаты, который Барса поймал, когда зашел. Покажи мне свою собаку, я скажу, какой ты охотник. И есть сказочников много. Хороших собак единицы.